Девушки отдыхают 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 Я все чувствую. Прекратите. Замолчите. Нет, не молчите. Но оставьте меня в покое. Уберите оттуда свой прелестный носик. Паховые области. Прямо как стихи. Боевые шрамы. Итак, на нижних конечностях наблюдаются всякие царапины и укусы насекомых. Многочисленные продольные царапины на нижних конечностях, сопровождающиеся легкой отечностью тканей. Наконец-то. В области левой икры. Отлично. Уже тихие. Молодец. Еще чуть-чуть. От укусов коваров на левой ляжке началось воспаление. Смотри дальше, умоляю тебя дальше. Можно сделать биопсию. Хотя, если мы правы насчет сердца, это не понадобится. Хотя, если хочешь, могу сейчас скрыть? Нет, не надо. Нет. Видно же, что укусы коварины. Не комарины они. Просмертных изменений практически нет. Оттенок кожи нормальный, синюшности, оттерков тоже нет. Прямо как будто он живой. Ты знадил бы, чтобы это казалось так? Да, я и есть живой. Точно. Ладно, пора переворачивать наш плен. Да вот же ответ. Прямо у вас под носом. Нос! Я же могу задохнуться. Нет. Это отличный шанс. Вот бы кровь пошла. Не просто пошла. Полилась бы. Да. Ударьте меня еще раз лицом об стол, и тогда сами все увидите. Шея не повреждена. Окоченения нет. Питер, шелкий трус. Это что еще такое? Термометр для скота? Уберите его. Боже. Про смазку они, видимо, вообще забыли. Вы прирожденный мастер, доктор Дженникс. Главное, думай о чем-нибудь. Доктор Аллен наблюдает за тем, как вы делаете скрытие. Вспоминай лучший хоумран всех времен. Покажется, это был Баки Дэнт. Три хоумрана в игре против троцов в 58-м. О, да. Янки им тогда показали. А у него не слишком топорщицы для мертвеца? Нет, правда. Вот ваши бумажки. А что это он у вас в ботинках? Ты меня спрашиваешь? Поможешь? Вы бы видели, кого сюда везут. Господи, что же будет дальше? Постоялец в гостинице, нажался в стельку и сварился заживо в сауне. Труповозка уже в пути. Как у трупа может сохраняться температура 34,5? А так кататься сложно, гений. Ну, его же забрали с поля для гольфа жарким летним утром. Знаете, кто его укошил? Вампир. Что еще можно было услышать такого ненормального? Видите, две дырочки. Понятно. Вампир любитель лодыжек. Это объясняет, почему дырки одного размера. Рости, да ты тут один вменяемый. Просто носки китайской калтуры. Это была змея. Ты инструмент стерилизовал? Я свое дело знаю, доктор Арлен. А почему вы ему разрешаете? З, Б, Г, Я. Это была змея. Доктор Арлен, пройдите в рентгенологию. Продолжайте. Нет, не уходите. Не оставляйте меня с доктором Джекилом и мистером Хайдом. Теперь мой коронный. Что? Второй забор. В смысле? Второй забор крови и сердца, чтобы сверить анализы. Я знаю, зачем это делается, Рости. Но никогда не делали сами обестрованы. Только не это. Втыкали когда-нибудь труб? Нет, Рости. Одним резким движением вниз. Рости. Мы же друзья. Прямо вену. Рости. Хорошо, что он не чувствует эту боль. Удивительно, что инструменты патологоанатомы десятки лет не меняют. У вас продолжает жить даже после остановки сердца? Но сколько? Есть и новые технологии. Две секунды? Да, но по сути это все тоже. Может, пять или целую минуту? Добро пожаловать на шоу доктора Кэти Арлен. Ты больной. Сенсионные тайны, много секретов. Я не хочу ничего обсуждать, Рости. Ты знаешь, почему Кэти здесь нравится? Тут можно быстро и сразу. Ты ее совсем не знаешь, а она баба горячая. Она твоя начальница и человек. Проявляй уважение. Несмотря на все эти хулиганские выходки, ты ужасно боишься. Да? Хватит, док. Вы уже не в лаборатории. А если почувствуете себя плохо, когда мы будем сдирать с него лицо, плють куда-нибудь в сторону. Делается разрез от уха до уха, и кожа снимается. А знаешь, что будет под ней? Ты. Однажды на этом столе будешь лежать ты. Выключи. Прекратите спорить, как школьники, и послушайте меня. Вы кого нужно подравляться? Убери сейчас же эту хейст. Слава богу, если нас не отрежут. Не-не, наш малыш впервые делает вскрытие. Считай, что ты допрыгался. Я еще дышу. Если я дышу, пусть даже слабо. Я могу издать звук. Они должны меня услышать. Включите кондиционер. Здесь слишком душно. Нет, все что угодно. Только не включайте. Так, продолжим. Что там еще? Гениталия. Чего они прицепились к моему инструменту? Судя по истории болезни, травма получена при взрыве во время службы во Вьетнаме. Наверное, на мину выступил бедняга. Расположение осколков совпадает с рисунком шрамов, которые мы видели при внешнем осмотре. Да, непростое дело предстоит. Почему? Придется вынуть все кусочки, чтобы убедиться, что это осколки, а не новое ранение, которое могло вызвать смерть. Так они собираются вырезать каждый осколок? Расти, дай длинный пинцет. Нет, не надо. Пожалуйста, я обещаю. Но меня обещают. Я буду платить стипендию имени Кати Арнерд за человечное обращение. Как вам? Только, пожалуйста, не надо. Ты думала, что все будет по-другому? Платит себя жалеть. Я о тебе сейчас думаю. Я не все понимаю. Если бы не азиатская заворушка Линдона Джонсона, этого разговора бы не было. Ты сам для меня в сто раз важнее любого отдельного органа. Да. Только без некоторых органов никуда. Давай фильм посмотрим. Ожидает живое представление, а заканчивается все рекламным роликом. Говард, это бывало и раньше, но я же с тобой. Мне перестанет удивляться. Ну почему? Я же тебя люблю. И я тебя тоже. Видимо, я боюсь, что однажды ты сбежишь с огромным футболистом с конским членом, жмущим 200 лёжа и осеменившим тысячам женщин своим сверхшистым сильным. Как представлю это, у меня голова кругом идёт. Мне нужен только ты. Разве ты не понял? Скажи ещё раз. Это невозможно. Не может быть. И что самое обидное, все делают вид, что не знают, куда делись клюшки. Может, их в скорой забыли. Или у патологоанатомы. Или сдали на склад. Мой систем, черный, поправ. Говард их в Шотландии купил. Я тоже с ним ездил. Семь полей за пять дней. В общем так, Анжела. Мы не уедем из этой дыры, пока не найдём клюшки. Да какие к чёрту клюшки. Анжела. Кем же ты был, Говард Катрэн? Какая-то секунда во Вьетнаме изменила твою жизнь? Это нас как раз не интересует. Да, но вы подумайте. Смешный бизнесмен, здоровый человек, умирает в тысячи миллиард дома на поле для груза. Нас интересует только причина смерти, а не философская сторона вопроса. Но ведь не попыта, что тело может рассказать о прожитой жизни. Точно, парень. И эту жизнь нужно спасти. Когда-то я чуть её не потерял, но Говард-победитель вернулся. На половину мужик, зато с удвоенными силами. И без боя я не сдамся. Куда ты, Анжела? Видишь кольцо? Думаешь, мне легче? В последнее, что я ему сказал, повзрослей. Говарда уже не вернуть. Но я так и не попрощалась с ним. Прощаешься на похоронах. Устроим самые крутые похороны среди биржевиков со времён того интернет-скандала. Что такое? Говард сейчас там. В морге. Не стоит об этом думать. Идём, давай присядем. Идём. Это барахло того парня, что вы привезли? Да. Говарда Катрелла. Делим пополам. Это личные вещи покойного. Да ты прикинь, сколько можно поднять, сдав эти клюшечки. Тебе нисколько. Да, Говарду они уже не понадобятся. Вещи покойных должны быть в проливище. И зачем им только такие огромные сумки? Спорим на пять баксов, что смогу закинуть на каталку. Хватит дурачиться. Вещи. Извинure. АААААААААААААААААААААААААААААА portion-то? На помощь! Помогите! Кто-нибудь! Скоро это безумие подойдет в консульт. Я никогда больше не умею Анжелу. Потому что они не видят дальше своего носа. Первичный U-образный разрез идет от плеч к животу и вниз. Ага, его еще и резать очень. Хотя какая уже разница? Давайте, только быстро и беспорядно. Доктор Орлен. Да. Можно называть вас Кэти? Конечно. Кэти, у меня появилась другая дипломатиза. Я слушаю. На теле нет ни единого следа. Но мы знаем, что покоем играл в гольф. А металлическая клюшка может действовать в качестве громоотвода. для электричества. То есть... То есть его? Он могла ударить молнией. Лучше быть убитым молнией, чем вот так валяться здесь. Сколько мне еще смотреть на белые огни приближающиеся смерти? Сколько я выдашу? Да поторопейте, скорее. Я зависаю. Для них я лишь бездыханное тело. На самом деле я с таким не сталкивалась. А вы представляете, о чем я говорю? Конечно. Окружен мнимыми экспертами. Давай. Но так одену. Что? Начинай делать разрез. На помощь! Это охрана. Что случилось? Быстрее нельзя было? Что у вас там? Мой приятель мертв. Его змея укусила. Она где-то здесь. Держитесь. Мы уже вскрываем дверь. Давайте быстрее. Убери от меня нож, чертов слюдяй. Ты не достоин лишить меня жизни. Я требую профессионала. Знаете, возникла проблема. Может тебе помочь? Когда руку набьешь, все быстро делается раз, раз, раз. А в первый раз, наоборот, рука как ватная. Нет, нет, нет. Ты знал, что у Говарда проблемы с сердцем? Нет. Он был здоров, как бы. Занимался спортом. Не питался. Мы любили друг друга. Да, ты была его единственной радостью. Я бы сказал, что я бы embedил его. Не думай, не смей. Он с одним всего怎麼 сам. Мы должны верить, что Говарду сейчас... Хорош! Эй вы меня слышите, скорее! Мы работаем! Да что ты делаешь? Да что ты делаешь? Томыш! Мы стараемся. Ты знаешь, у меня тоже появилась одна проблема с Берсоном. С тех пор, как тебя перевели сюда, не знаю, даже каждый раз, когда мы остаемся тут одни, я едва могу сосредоточиться. Слава богу, смертельцами ошибки не так страшны. Ты шутен, чертова. Да что греха таить? Я в тебя влюблена. Хороший файл, верно? Место, где смерть и знание живыл. Питя, мы нельзя еще. Нет, пожалуйста, наверняка будет здорово и потрясающе. Но нам еще работать вместе, так что... Может, просто... Может, мы лучше... расслабимся и получим наслаждение. Любовь, Маркос, замечательно. Только попробуйте меня в это дело вплести. Я все придам огласки. Убежит! Лучше. А-а-а-а! Сдохни! Здохни! Сдохни! 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 Что там у тебя происходит? помогите надо поторопиться скоро привезут этого парня сауна мы так отстаем от графика я чувствую перемену теперь они настроены серьезно конец говарда катрелла приближается надеюсь я быстро отключусь от болевого шоу ты пропустил еще одну рану скорее бы потерять сознание видимо тоже от взрыва я даже не пойму что умер любопытно как прошла моя жизнь чем я отметился в великом потоке времени простите все форки в кого я сделаю больно когда меня не станет плачьте обо мне хоть кто-нибудь я готов к великому путешествию в нибудь ее яички раздулись до размером гриб фрукты странно что ему их не оторвало что-то происходит какое необычное чувство из ада прямо в рай его укусила змея он рухнул сразу как подкошенный ни пульса ни сердцебиение готов козы нет он не мертв не мертв нет скоро оклемается черт это же круто анжела анжела Оставь меня в покое. Подождите, вы куда? Сюда, Лизя. Что вы ищете? Здесь машинич. Она не в себе. Ваш жених врач? Нет, он умер. Ее рука на мне. Что-то происходит. Может, я ошибаюсь? Наверняка ошибаюсь. Они бы уже давно увидели, или... Может, это результат убирать? Ага, почувствовала бы. Майку укусила змея. Да, Расти, молодец. В сумке этого парня была змея. Давай, Расти. Расскажи. Это он? Это Говард. Дама. Говард. Это Анжела. Это Анжела. Это чудо. Анжела! Нет, стойте, не режьте его. Погляните на носки. На носки. Слушайте, Расти. Его устами глаголит истина. Анжела, пустите ее. Говард. Говард. Здесь есть какие-то дырочки с краю. Это не просто дырочки, а следы от зубов. Покажи им Расти. Если они не поверят, я обречен. Кашлятся тут вокруг. Его укусила змея. Через носок. Ну, посмотрите на ногу. Смеяный укус. Дочка. Мы ничего не заметили из-за отекла от царапин. Ну, вот следы. О, доктор Арлин. Не останавливайтесь. Майка тоже из меня укусила. Последний шанс доказать, что я жив и все чувствую. Голи, операционно. О, боже. О, Анжела. О, Анжела. Это неполная эрекция. Эрекция? Говард, победитель воскресе из мертвых. Неужели вы сомневались хоть на секунду? Я жив. И я снова могу. Доктор Арлин, вы его своей лаской оживили. Доктор Арлин, умница моя. Этого не может быть. Такие случаи не описаны. Это невозможно. При отсутствии нервной активности. Если только... Слава Богу. Слава Богу. Я стану лучше Анжела, любимая. Я никогда тебя не покину. А вы лучшие врачи на свете. Я отстрою вам новое здание. Я уже говорил, всю больницу заново отгрохаю. Сеть больниц. Реаниматор аппетитационный. Срочно. Есть. Извините. Что происходит? Кто-то умирает? Где пациент? Этот? Ничего себе. Остальная часть выглядит вполне мёртвой. Я бы поверил. Слава Богу, настоящий врач, который не станет убивать мёртвого пациента. На сердцебиение есть слабое, но есть. Я гений. Только что санитара такого же поднимали. Его какая-то гадюка в лифте укусила. Кислород? Тут и макосиновые змеи водятся. Игорь, учили. Но такую никто раньше не встречал. Спокойно, спокойно. Он приходит в себя. Так, так, так. Не торопись, приятель. Как же мы не заметили? Я почти вскрыл живого человека. Почти не считается. Тихо, тихо. Лежите, лежите. Вот так. Потихоньку. Не торопитесь. Мне сказали, что ты умер. А ты жив. Говард. Мой герой-победитель. Милый. Милый. Мол, Али. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...